Меня зовут Черняк Ольга Эдуардовна, я юрист, общественный деятель, я руководитель движения АРАК СДЧИМ. Тема моего доклада «Новое место встречи врача и пациента». Мы провели опрос, где возможна коммуникация врача и пациента. К счастью, многие признали, что все-таки медицинское учреждение является тем самым местом встречи, где люди могут задать свои вопросы. Но другие ищут ответы по СМИ, по друзьям-врачам и по другому. Как мы понимаем, это приличный объем, 28%. И как мы понимаем, в 21 веке площадка и место для коммуникации врача и пациента, это в том числе и интернет. Но не только это понимаем мы, это понимают и, к сожалению, недобросовестные люди. И, к сожалению, появляется интернет-мусор. Возникают мифы и легенды, которые, к сожалению, искажают понимание здоровья и медицины. Появляются адепты лечения содой, перекисью, кислотой, ядом, пиявками, жабами, уксусом, чагой, керосином, сахарными шариками, заговорами и так далее. То есть это было, кстати, одной из мотиваций организации группы «Рак излечим», чтобы бороться с подобными мифами. Но бывают такие ситуации, когда требуется правильная и своевременная реакция на происходящее. И мне кажется, что в этой зимой пиющий случай сплотил нас, что было. Была невероятно циничная ситуация с саморекламой маркобес-блогера-дальнобойщика, который позволил себе сравнить минимально активную нейроэндокринную опухоль поджелудочной железы с низким КИАЙ, с агрессивным раком желудка у молодого хирурга Андрея Павленко. То есть что мы имели? Мы имели ситуацию, когда длиннобойщик решил, что лечение по методу иных маркобесов эффективно. И что это можно транслировать в социальные сети. Я, конечно, понимаю, что можно попытаться найти общий язык с каждым, понять, выслушать, но маркобесия терпеть нельзя. И я считаю, что было общее единодушное мнение врачей, юристов и всех думающих людей, вне зависимости от статуса, что надо давать откол. И я благодарна всем друзьям и соратникам, кто отреагировал, и кто сплотился, и кто дал отпор таким маркобесам. Но, понимаете, насильно мил не будешь. То есть всё равно интернет открытая площадка для общения. И куда уйдёт пациент, получивший диагноз, это наша с вами задача. В какую сторону он пойдёт? В сторону вот таких вот адептов СОДы или всё-таки в сторону достойного медицинского сопровождения? А что нужно-то, собственно говоря, пациенту на стадии переживания своей болезни? Да он хочет надёжной поддержки. Для чего? Для жизни, конечно. Начиная с постановки диагноза, человек проходит этапы принятия своего недуга. И полноценное их проживание, переход от одного этапа к другому приводит человека к наилучшему выбору способа лечения, реабилитации. И подводит его к подходящему именно для него жизненному пути. Вот смотрим. Фаза отрицания болезни. Это когда человек либо постоянно ходит по врачам, либо замыкается. Он не верит, он ходит от одного специалиста к другому. Все тратят на это не только деньги, но и время. А это самый драгоценный ресурс. И при этом замечу, что человек может вообще никуда не ходить и никому ничего не говорить. Но в интернет он полезет точно. Это такая вот особенность замыкания в современном мире. Человек, когда перестает коммуницировать с социумом, он уходит в онлайн-пространство, погружаясь в блогерство, которое иногда очень опасно замещает квалифицированную медицинскую помощь. На фазе протеста человек думает, почему это случилось со мной. Злость на мир, на общество, на врачей, на родственников, на друзей. И не все могут это выдержать. И человек опять может остаться один на один. И опять полезть в интернет. И опять нарваться на каких-то блогеров. И будет он пить сок или пить какие-то яды, думая, что он выздоровеет. Но есть еще одна стадия, фаза торга. А вот здесь на человека лучше всего действуют рассказы о волшебном исцелении, о волшебной таблетке и так далее. Человек думает, если я это сделаю, то это продлит мне жизнь. И на его воспаленную действительно психику ложатся прекрасно рассказы о волшебных исцелениях. Это все уводит его от лечения, приводит его к шалатанам, колдунам, пиявочникам, содам, ухопотребителям, поставщикам гималайской соды. И, увы, этот список мы можем продолжать. Потому что, к сожалению, в нашей группе такие встречаются. Мы таких негодяев, маркобесов порядка сорока так точно уничтожили, забанили и продолжаем в том же духе. Ну и как мы понимаем, человек, чем больше ходит и думает, и проходит вот эти вот фазы переживания болезни, тем больше он теряет времени. И на этих трех фазах, а возможно на двух последующих фазах, депрессии, принятия, он точно будет обращаться за информацией. Какую информацию он получит, что захватит, что вызовет доверие. Наша с вами прямая задача. Группа рак-изречения изначально создавалась с целью маршрутизации пациента по пути лечения онкологического заболевания. Изначально упор делался на получение качественных услуг по ОМС и по ВМП. Мы объединились вместе с врачами и подсказываем их, каким образом обойти вот эти вот опасные моменты. Как правильно проложить свой маршрут, чтобы попасть в высокотехнологичный центр и получить качественное лечение. Но, как показывает практика, многие пациенты не знают, что при наличии минимального количества документов, в частности направления по форме 057, любой гражданин нашей страны имеет право обратиться за получением медицинской помощи в лучшие медицинские учреждения нашей страны. И бывают препятствия, особенно в регионах, которые мне, как юристу, приходится устранять, постоянно снабжая людей выдержками из законодательных актов, подтверждающих права. Мы как понимаем, Россия огромная страна, и встреча пациента именно с его врачом затрудняется расстоянием, которое сокращает онлайн-общение. Другая реальность приходит вместе с болезнью. У людей появляются вопросы. В группе проходит более 800 обращений в месяц. Как это работает? Человек формулирует свой вопрос, рассказывает о себе, о поставленном диагнозе, о предлагаемом лечении, о своих страхах и сомнениях, а также предлагает выписки, убрав из них, конечно, персональные данные. И вот на данный кейс отвечают врачи соответствующей специализации. А вопросы такие, где лечиться, где найти врача, какие дополнительные исследования пройти, какой возможен путь лечения, как бороться с побочными эффектами химиотерапии. В нашей группе порядка 40 врачей-модераторов. И вообще врачей гораздо больше, я расскажу про них подробнее. Они потрясающие, они излагают свое мнение, они дают свои рекомендации, свои мысли по поводу конкретной ситуации. Часто они перечисляют лучшие места, зовут в эти места, они призывают своих авторитетных коллег для проведения необходимого лечения. Но, как мы понимаем, еще раз, выбор остается за пациентом. Но мы стараемся наметить путь и сократить мотарство. Еще раз, в группе будет интересно, если вы помогаете онкопациенту организовать лечение и адаптироваться к ситуации заболевания. Если вы находитесь в кодках информации о лечении онкологического заболевания, в том числе в рамках государственных гарантий по ОМС и ВМП. Если вы интересуетесь вопросами профилактики и лечения осложнений от химиотерапии, от лучевой терапии. Если вы не можете справиться с психологическим напряжением во время и после лечения. Если нет возможности найти общий язык с лечащим врачом, а он единственный в вашем регионе онколог. На один район, один онколог, мы часто знаем такое в регионах. Если человек находится в поисках, достоверна информация о лечении рака. В группе мы считаем, что информировать пациента о возможностях лечения онкологического заболевания и профилактики осложнений наша главная задача. В группе вы получаете ответы на частые вопросы о диагностике, лечении рака, профилактике, побочных эффектов, терапии, реабилитации. Но это далеко не всё. Далеко не всё. Оказывается, наибольший отклик у пациентов и их родственников получает положительные истории людей в онкостатусе, которые прошли этот путь. С честным описанием проблем, ловушек, сложностей, с рассказами о своих положительных результатах лечения, с добрыми отзывами о своих докторах, о путях возврата к полноценной жизни. То есть человек может разглядеть свою ситуацию с разных сторон. На самом деле мы Америку не открываем. И онкопсихология в мире начиналась именно с формирования групп самопомощи пациентов, где женщина, прошедшая путь мастектомии, успешного лечения, такая женщина посещала пациентов после операционного периода и рассказывала свой честный, положительный, добрый рассказ о преодолении сложностей, о своих тревогах и страхах, о принятии болезни. Но в конечном итоге вот такое доверие к подобным историям вместе с медицинской помощью человека возвращает к полноценной жизни. Хочу особо сказать то, что у нас в группе «Рак излечим» строгая модерация, потому что мы вынуждены буквально охранять наших участников от посягательств не только шарлатанов, но и иностранных агентов, которые, используя бренд страны, например, Израиль или Германия, пытаются увести пациентов на лечение восторосортной клиники. Люди, заходя в группу «Рак излечим», видят положительные примеры лечения у себя на родине, в России. И все фото, которые я представила, это фотографии реальные. Люди разрешили мне использовать своё изображение при подготовке к данной конференции. Люди стараются, как ни крути, вернуться к полноценной жизни. И мы по мере сил им в этом помогаем. Люди объективно начинают видеть свой онкостатус по-другому. Сначала в группе новенький начинают фокусироваться на болезни, но, прочитав группу, оказывается, что есть и интересная часть. Оказывается, что ты можешь приобрести другое качество жизни. У нас есть уникальные программы для пациентов и врачей. Например, программа «Перезагрузка искусства». Верхний правый слайд — это мы, наша небольшая часть. Например, как это работает? Нам навстречу идут многие люди искусства. Продюсеры, директора театров, руководители художественных коллективов, предоставляя льготные или даже бесплатные места в зрительном зале людям из группы «Рак излечим». Там на этих встречах никто не говорит о болезни. Там идёт нормальное, здоровое общение по поводу заявленной темы. То есть мы ходим на разные концерты и обсуждаем это. То есть совершенно нормальная обстановка вне больничной. И такие вечера любят посещать как пациенты, так и врачи. Потому что я глубоко убеждена, что перезагрузка нужна не только пациентам, но и врачам. Потому что работа у них, конечно, очень тяжёлая. Вы только послушайте, что пишет одна из наших участниц. После прохождения лечения было неприятие своего тела, женской сущности. Когда я получила приглашение на музыкальный вечер с пометкой «Вечерний наряд приветствуется», я поняла, что хочу нарядиться, хочу нанести макияж, хочу сделать прическу. Это произошло впервые за два месяца после операции. Придя на концерт, я увидела много красивых женщин, которым онко-статус был не помехой для красоты и удовольствия. С этого вечера я вернулась другим человеком. Именно отсюда начался мой путь в полноценную жизнь. Просто с другим статусом, онко-статусом. Это всё работает. Есть такой закон психологии – тяжёлый мешок легче нести вместе. И в нашей группе мы прекрасно понимаем, что жизнь пациента включает в себя его обыкновенные потребности. В группе обсуждаются такие темы, как где купить красивое бельё, можно ли нанести татуар для бровей, опасны ли лет лампы для маникюра, можно ли алкоголить, что поесть, какая физическая нагрузка допустима. Даже вопросы секса тоже не чужды участникам группы рак из лечим. Потому что группа живая, она идёт от потребностей людей. И все темы, что самое важное, обсуждаются под чётким руководством врачей. И наша уникальность в том, что мы нашли содружество с врачами. Человек понимает, что он не один. И у людей, принявших свой диагноз, начинается, налаживается жизнь. Жизнь собирается в цельность. Человек собирается обратно и находится до нового. Наши участники настолько включены во взаимодействие, что сами предлагают и организовывают совместные мероприятия. Тематические фотосессии. Проходил у нас флешмот по исполнению песен, по прочтению стихов, по географии проживания, по профессии. Это делают они сами, самостоятельно объединяются. И, в общем, я успеваю только, как админ группы, поддерживать их в этом прекрасном начинании. Причём там уже идут у нас в примешку врачи, пациенты. Это все люди делают просто от души, потому что они хотят общаться. Но наши участники группы умеют не только развлекаться, но и организовывать посильную помощь, невзирая на своё состояние. В марте мы совместно отмывали после ремонта одно из детских гематологических отделений. А во время пандемии, это нижние сладкие пирожки, мы собирали и передавали домашнюю выпечку и другие вкусные знаки внимания тем врачам, кто боролся с ковидом. Тем самым делая встречное движение от наших сердец к врачам с глубоким уважением за их труд. В дальнейшем группа «Рак излечим» переросла из социальной сети в общественное движение. Ценно то, что мы умеем объединяться. И, к сожалению, нам и мне лично, как юристу, приходилось защищать врачей от жёлтой прессы, нападок журналистов. К нашему общественному мнению, слава богу, прислушиваются, расследуя необоснованные жалобы, в основном, честно говоря, родственников пациентов. Вот примерно этим мы и занимаемся. И благодаря вот этому тандему, который мы смогли организовать на данной площадке в группе «Рак излечим», наша группа притягивается больше специалистов разного уровня, которые проводят вебинары, лекции, онкошколы, которые отвечают на вопросы, заданные заранее от участников группы «Рак излечим». Попадая в сообщество, люди даже не получают выбора из плохого, худшего и возможного. Так как в нашей группе «Рак излечим» они получают научно обоснованную, практически подтверждённую медицинскую информацию. В наших рядах, посмотрите, специалисты из Института Герцена, имени Блохина, Макоэнс имени Логинова, онкология имени Петрова, Сеченский университет, Моники, Центр Кулакова, Центр Дмитрия Рогачёва. Извините, если я кого-то не перечислила. Но это наши единомышленники, это врачи, которым не всё равно. Это многие-многие другие. При этом информация, которая излагается в группе, модерируется, естественно, врачами. И информация основана на современных достижениях медицины, которые прошли все клинические испытания. Возможно ли это получить в реальности? Да. Возможно ли получить потрясающий консилиум? Например, было буквально на днях обращение женщины из Перми с диагнозом ракшейки матки. Так на неё откликнулось такое количество врачей по профилю. Из Герцена, из рентген-радиологии, из Кулакова. Ну просто потрясающе получился консилиум, который, по идее, в реальной жизни, не в интернете, но, наверное, очень было бы ей сложно собрать. А сколько у нас было историй о беременных, которые узнавали свой диагноз. Они сначала узнают радость, то, что они будут матерями, а потом узнают, что у них онкостатус. И просто поразительно, что просто супер именитые врачи, которые выступают в том числе на онкологических конференциях, откликаются, говорят, раздвину очередь, приглашу к себе, только пусть дойдёт. Вот, помоги мне, чтобы она дошла до нашего центра. Я ей помогу, я знаю, я работал с такими пациентками. Это потрясающе. И главное, что удивительно, то, что вся работа, которая проводится в группе врачами, она носит добровольный характер. Мы провели опрос среди врачей, почему врачи участвуют в группе ракозлечивых. И знаете, самый популярный ответ сказали люди, сказали врачи. Я хочу, чтобы пациент знал, что он не один. Вы помните слайды, которые я вам показывала? Мужчина сидит с закрытым лицом. Именно это и нужно пациенту. А ещё в группе врачам нравится, что нет давления на врача, что можно продвигать знания в другую сторону, что в группе здоровое взаимоуважение, здоровая атмосфера взаимоуважения. По опросу, конечно, такой результат очень радует. И это правда очень важный момент, когда врач умеет сочувствовать и просто найти доброе слово. И тогда он не даст человеку упасть. На самом деле при таком диагнозе это самый важный залог успеха. И я считаю, что не только лекарства, а вот такое отношение друг к другу позволяет человеку дальше двигаться по пути к выздоровлению. Формат нашей группы – это и есть то самое место встречи врачей и пациентов, которые объединяются для того, чтобы жить. И нас уже 15 тысяч человек. Подчеркну, мы собой не заменяем ни больниц, ни поликлиник, ни высокотехнологичных центров. Мы играем на своём поле, где врачи за пациентов, за счёт своего ума, компетенций, мудрости, культуры, круга общения, опыта – всё это помогает людям. И делают они это не из-под палки, что им кто-то указал, а по собственной воле, без принуждения. И именно в общности наша сила. И вере в то, что рак излечим. Спасибо за внимание.